Посмотреть, потрогать и почувствовать – именно это является главным составляющим успешного обучения, считают организаторы проекта. Поэтому они приняли решение по адаптации условий отдыха детей-инвалидов в парке. Дизайн-проект был разработан с учетом интересов ребят с ограниченными возможностями. Для того, чтобы понять их потребности, было проведено анкетирование. В опросе приняли участие более 150 человек. Здесь постарались предусмотреть все, вплоть до мелочей. Даже асфальт будет положен специальный, чтобы инвалидам-колясочникам было удобно передвигаться. Идея создания проекта, по словам директора детского эколого-биологического центра Елены Харитоновой, возникла случайно. Около года назад у нас появилась задумка создать такой у нас парк реабилитации на территории. То есть часть нашей территории, порядка 600 квадратных метров, отвезти под зону, которая будет полностью адаптирована для таких деток. И ребята могут сюда приходить сами, с родителями, с волонтерами, на досуге как-то развиваться, проходить по экологическим тропам, знакомиться с растениями, с животными, с птицами, заниматься мини-гольфом. И, в общем-то, свободно просто отдыхать в центре города на природе. Парк Юнатов на улице Новой уже является уникальным. Многие деревья были посажены перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Здесь обитают краснокнижные пернатые, такие как зеленый дятел. Радуют своим вниманием посетители городской зеленой зоны и хищные птицы. Соколы и совы – частые гости этих мест. Дети в парке знакомятся с живой природой, сами сажают и ухаживают за растениями. Теперь такая возможность появится и у особенных ребят. Здесь будут специальные дорожки, покрытия специальные. И будет располагаться адаптированная экологическая тропа, на которой будут находиться объекты, где дети будут знакомиться с природой. Например, будут стенды с животными, натуральную величину. Будут высажены растения пряновкусовые, где дети могут попробовать эти растения на вкус. Будут растения пряноароматические, где дети могут попробовать эти растения, пальчиками потрогать и ощутить запах. Еще одним уникальным объектом парка станет отель для насекомых, в котором будут представлены самые разные виды жуков и муравьев. Кроме того, здесь же появятся макеты животных в полный рост. Медведь, заяц, кабан и лось станут полноправными обитателями этих мест. На этом сюрпризы не заканчиваются. Еще на территории этого парка будет сенсорная тропа. Это тропа с особым наполнителем, например, песок, камень, чистая земля, какие-то растительные объекты, по которым дети могут ходить голыми ногами и ощущать вот эту самую особую структуру этих природных материалов. Для ребят, которые передвигаются на коляске, предусмотрена такая же тропа, но расположена она будет на уровне рук. Поэтому и они смогут познакомиться с разными природными материалами. Открытие этого парка уже ждут с нетерпением и дети, и родители. Галина Кропачева работает с детьми-инвалидами более 20 лет. Она признается, парк является мечтой многих. Когда задумывалась идея создания парка, именно ориентировались на наших детей, представляли их, как им будет хорошо в парке, как сможет, например, ребенок на коляске проехать по экологической тропе. Родители тоже с нетерпением ждут появления в городе места, где их дети смогут чувствовать себя комфортно, получать знания и отдыхать на природе. Парк «Доступная среда» очень нужна таким детям, потому что там будет развивающая зона. Дети познакомятся с природой Рязанской области и с животными. Также будет место, где отдохнуть, посидеть. И тем более этот парк будет в городе и подышать свежим воздухом. По мнению специалистов, реализация проекта по созданию парка поможет детям с ограниченными возможностями улучшить эмоциональное и физическое здоровье и, что немаловажно, социализироваться и начать общение с другими ребятами. Сейчас идут последние приготовления к установке необходимого оборудования. Как только сойдет снег, начнется работа по благоустройству парка и созданию образовательного кластера для детей-инвалидов. Организаторы на это отвели себе чуть более двух месяцев. Первых гостей здесь ждут уже в июне.